Александр Иванович, мы с вами и вчера вечером имели возможность поговорить и сегодня с утра уже, я думаю, только в неформальной обстановке продолжим наше общение, в таких замечательных интерьерах. Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в русском музее будет как нельзя. Кстати, и хорошая обстановка, чтобы поговорить и в том числе по серьёзным делам, в том числе имея в виду наши двусторонние отношения, хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день даёт нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективнее. Наше правительство работает довольно напряжённо. Я знаю, что вам докладывали, руководитель правительства Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть о чём поговорить, поэтому я очень рад, потому что и вот так вот на полях нашей встречи, неформальной, можно вдвоём ещё раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес. Спасибо, Владимир Владимирович, и за Москву, за космонавтов, за Центр. Побывал я там, смотрел очень приличное время и за Питер, мы кое-что посмотрели. Ну, если кто-то правильно сказал, думает, что мы только чай пьём, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чайпитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, мы обсудили очень многие вопросы, и порой у некоторых государств на это уходят годы. Мы с вами за вечер многие точки расставили над ним, продолжая наш диалог Минский, поскольку он был в основном по экономике. Я вам благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже всё решили, что они просили. Поэтому я вас благодарю. Сегодня день трудный, у вас ещё двусторонняя встреча, а для меня уже только утро чай пить. Поэтому спасибо за музей. Вы очень правильно сказали. Год русского языка, это к месту подчеркнёт значимость. Ну, и за Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвёл потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту стал. Приеду вниз, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима. Настолько вычищен, выдрын город, приведен до ума. Ну, я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге. Без вашей помощи, конечно, тут трудно было, но всё-таки молодцы и местные. Поэтому есть чему поучиться. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.